Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кравцев Сергей. Соответственно, вы попали на канал, который повествует о фитнесе, медицине и психологии. И сегодня мы будем разбирать, ну, такие психиатрическо-психологические вопросы. Дело в том, что многие из вас путают два понятия. Первое – это психопатия. Это, как бы, болезнь души, да? И, соответственно, люди с психопатическими расстройствами, у них идет нарушение эмоциональной сферы. Им тяжело чувствовать эмоции. Есть мнение, что страдает один участок в мозге, так называемый участок амельгала, да? Соответственно, он отвечает у нас за эмоциональную сферу. Отсюда, соответственно, всякие нарушения, связанные с работой дофамииновой системы, выработкой окситоцина и так далее. То есть это такое заболевание, которое уже является психиатрическим, вот, в принципе. И другое дело, когда у нас есть нарциссизм. И нарцисс, совершенно никак, вот, если мы говорим просто про истинный нарциссизм обычный, люди с нарциссическим расстройством личности не лишены эмоций. Они могут чувствовать так же, как и вы. И они делают какие-то плохие или хорошие поступки, да? Ну, чаще, конечно, все говорят о каких-то негативных моментах здесь проявления. То есть у них и самооценка очень ранимая и так далее. То есть здесь, наоборот, речь о принципе развитой эмоциональной сферы. Просто эта сфера, она, соответственно, развита, ну, к сожалению, очень болезненно, да? То есть это болезненные эмоции по отношению к себе. Стало быть, человек, ну, неправильно, да, коммуницирует с другими людьми, и всякие входы идут, манипуляции, и всякое такое. Вот, ощущение собственной грандиозности. Но даже собственное ощущение грандиозности, видите, это эмоциональная сфера. Он себя переоценивает, да? А, соответственно, как бы психопат, он, ну, у него нет там какой-то самодемонстрации или там какой-то переоценки себя. Хотя, ну, для нарцисса не обязательно самодемонстрация, но все равно. То есть если это открытый нарциссизм, она, кстати, и будет иметь место. Если скрытый, то нет. Но, тем не менее, нарцисс – это всегда история болезни и самооценки. А психопат – это история о том, что нет эмоций. Я ничего не могу чувствовать сейчас. Поэтому, дорогие друзья, не путайте, пожалуйста, эти две вещи. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и да прибудет с вами здоровье, дорогие друзья. Я вас жду на своих консультациях онлайн. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!